Жители города Сарна и Ривненской области требуют немедленно создать экологическую комиссию. Те, кто живет по соседству с заводом металлургических изделий, утверждают, что им буквально нечем дышать. А предприятие продолжает наращивать свои мощности. Все подробности выясняла Инна Белецкая. Они уже не помнят, когда в последний раз проветривали свои дома. Закрытые форточки, постоянно кашляющие дети. Жители целого района в райцентре Сарны говорят, дышат по графику от выбросов до выбросов. Закрывай форточки, сиди в хате, и все. Прямо напротив дому большое предприятие. На заводе металлических изделий занимаются оцинковкой металла. Как начнет выпускать дым, тут все черно-темно, синьо, синьо тут. Я не знаю вообще, как нам дальше с этим цинковым заводом. Кто его сюда только упустил. Правильно, он купленный, цей завод. Там все, всем дали хабари и все. Люди годами пишут жалобы, обращаются к властям и в суды голосуют за кандидатов, которые обещают закрыть завод. Но предприятие не только работает дальше, но и наращивает мощности. Если бы были выкиды до 6 тонн, это официально, без того, что с фильтрами 6 тонн. А они же хотят увеличить до 20 тонн. Вы уявите, 32 тысячи людей, живые в центре города поставили такую дошаговку. Это вообще абсурд. Люди, узнав о намерениях руководства завода, опешили, им до сих пор не показали фильтры для очистки выбросов. Депутаты гурсовета уверяют, созданную специально комиссию на предприятие попросту не пускают. Они выкидают 6 тонн в риг. Мы хотим зайти на завод, посмотреть, есть фильтры, и оно очищается. Завод игнорует, он не пускает нас на саму территорию. Люди собираются на общественные слушания, приглашают представителей властей. Но те не приходят. От завода заместитель гендиректора. Прямо на слушаниях просим его показать систему очистки выбросов, хотя бы нашей съемочной группе. Но получаем отказ. Замгендиректора обещает людям круглый стол. Нам нужно некоторый час, чтобы специалисты это все работали и дали квалификованную ответственность, а не то, что было сегодня. Вы понимаете, что сегодня мне не дали нам слова. Жители Сарн требуют, чтобы была создана областная экологическая комиссия, которая и даст оценку деятельности завода. И предупреждают увеличение выбросов, не допустят, угрожая акциями протеста. А пока власти их игнорируют, закрывают окна поплотнее и забирают детей с улиц. Местным ребятишкам у телевизоров и компьютеров безопаснее, чем вне дома. Ведь около предприятия свежего воздуха не бывает. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ревнынская область.